В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город» в студию Людмила Перминова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел несколько цехов ВСЗ и оценил ход строительства ледоколов. Глава региона посетил также межпоселенческую библиотеку и принял участие в отчетном собрании по итогам 2016 года. Вопросы касались в том числе и жилищно-коммунальной сферы. Позднее в интервью журналистам расчет платы за общедомовые нужды по нормативам Дрозденко назвал грабительскими. Как правило, счетчики показывают, что нормальный человек чистоплотный, абсолютно организованный, который имеет посудомоечную машину, стиральную машину и так далее, он тратит примерно в три раза меньше. Поэтому первое, я сегодня уже дал команду с утра Олегу Сергеевичу Ковалю, своему заму, чтобы мы не применяли в случае с общедомовыми нуждами те нормативы, которые сегодня есть. Мы должны либо перевести все на счетчики, либо там где-то невозможно рассчитать, исходя из фактической потребности, новые нормативы, их утвердить. Подробнее о визите губернатора в Выборгский район мы расскажем в ближайших выпусках нашей программы. Реставрационные работы продолжаются на трех исторических объектах Выборга. Вокруг башни Святого Олафа Выборгского замка возводят леса. В башне-ратуши и часовой башне расчищают внутренний штукатурный слой. В проект реставрации последней входит не только приведение в надлежащий вид самой башни. Старинные часы тоже будут обновлены. Ну а пока за ними ухаживает выборгский школьник. С Иваном Першиным познакомились наши корреспонденты. Бьют часы на старой башне. Каждый час отмеряет пожарный колокол, подаренный Выборгу Екатериной Второй. Стрелки, замерзшие на целый год, вновь идут. Благодаря выборгскому школьнику. В одночасье Иван Першин проснулся знаменитым. Репортажи о нем сняли федеральные телеканалы. Статьи появились в газетах. О самом молодом смотрителе старинных часов узнали во всей России. Я смотрел видеорепортажи других каналов, где Юрий Вдовин, тогда еще хранитель часовой башни, заводил. И как бы это был мотив завести так же кофон. Как-то пришли просто полюбоваться видом один раз. И подумали, не завести ли нам часы. И вот мы покрутили ручку, завели две катушки, и часы пошли. Захотелось послушать звон часов, звон бой, бой колокола. И первые моменты, когда он бил, вот первый раз, такое чувство удовлетворения. И может быть кайфом. Одного завода хватает на 8-9 дней, но Иван приходит в башню чаще. Смазывает механизм и регулирует скорость. Часы спешат на пару минут в сутки. Тут у нас две гири. Одна отвечает за ход часов, другая за бой. За бой, который она всегда спешит. Потому что требуется больше силы для удара молота, колокола. В средневековой башне юноша чувствует себя как дома. Ухаживает за часами и попутно рассматривает многочисленные надписи, отражающие разные веки в истории. Старые тут хранители писали. Вот Пархоменко товарищ тут после войны пришел, отремонтировал. Я не знаю, что он тут отремонтировал, но так он написал. Очень много надписей. Финны тут были, туристы, вот всякие уже современные 20-го века, 21-го. Есть надписи 18-го века, самая ранняя тут, которую мы прочитали. Первое время Иван Першин пробирался сюда тайком. Сейчас трудится официально. А Выборгский музей-заповедник взял его на полставки. Так у часовой башни, на которой сегодня уже идут реставрационные работы, появился смотритель. Часы не будут реставрироваться в первую очередь. Мы не будем их останавливать завтра. Мы их остановим только тогда, когда уже непосредственно потребуется ремонт механизма. Скорее всего, это будет только через несколько месяцев. До этих пор, я надеюсь, что Иван будет с нами и будет следить за тем, чтобы часы не останавливались, чтобы часы шли. И горожане могли привычно слышать бой старинного колпола каждый час. Сейчас у Ивана Першина напряженная пора. Он готовится к выпускным экзаменам и поступлению в университет. Вероятнее всего, на исторический факультет. Но продолжает следить, чтобы сердце Выборга билось и готовится к встрече с мастером. Передать опыт юному коллеге собирается смотритель курантов Петербургского адмиралтейства. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Контрактнику из Каменки дорого обошелся звонок в администрацию президента России. За угрозу взорвать жилой дом на него завели уголовное дело, точку в котором поставил Выборгский гарнизонный военный суд. Эта история случилась 27 ноября прошлого года. Как все происходило, рассказал сам подсудимый, военнослужащий по контракту, проживавший в поселке Каменка. В тот день между ним и его сожительницей произошла ссора. Женщина хлопнула дверью, призвав мужчину, находившегося в состоянии наркотического опьянения, прийти в себя. Около 6.30 он решил позвонить администрацию президента и сообщить о том, что намерен взорвать дом. Позвонил по номеру, который нашел на сайте президента Российской Федерации, и общил оператору о том, что намерен взорвать жилой дом и хочет сесть в Черну сообщить адрес своего проживания. Через несколько минут лжетеррористу позвонил полицейский и начал с ним переговоры. А в половине восьмого утра сотрудники военной полиции были у него в квартире. Жильцов дома почти 140 человек эвакуировали. Взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств в доме не обнаружили, да и сам он утверждал, что всего лишь неудачно пошутил. В ходе судебного разбирательства было установлено, что психическим расстройством мужчина не страдает. Представитель стороны обвинения просил назначить ему наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей. Я считаю, с учетом материального положения моего подзащитного, это чрезмерно большой штраф, который был предложен государственным обвинителем. Я прошу вас, конечно же, его снизить. Также считаю, что все-таки надо убрать из обвинения, что в состоянии наркотического опьянения было совершено преступление, потому что никаких анализов у моего подсудимого на предмет наркотического или какого-либо иного опьянения не бралось. В каком он состоянии был, тоже достоверно сказать невозможно. Только известность его слов, что он там употребил амфитамин. Выслушав доводы обеих сторон, суд признал подсудимого виновным и оштрафовал на сумму в 50 тысяч рублей. На все вопросы интересующие жителей Выборгского района ответит Эдвардос Вашкис. Год назад он возглавил районное управление МВД. О том, каких результатов добились за это время полицейские, Вашкис расскажет на пресс-конференции. Она состоится в ближайшее время. У вас есть возможность задать вопросы начальнику районного ОМВД. Мы принимаем их до 15 марта по телефону 2-63-47 в группе Выборг-ТВ в социальных сетях, а также по электронной почте newssobakovyborg.tv. От сердца к сердцу. Фестиваль под таким названием прошел в Выборге. В четвертый раз для творческих людей с ограниченными физическими возможностями его организовали районные администрации и общественная организация «Фаворит Плюс». Талантом участников рукоплескали зрители и наша съемочная группа. От 30 до 90 лет. Таков возрастной диапазон участников фестиваля «От сердца к сердцу». Год от года ставшее уже традиционное мероприятие набирает обороты. В этот раз результаты своих творческих поисков продемонстрировали более 160 жителей Выборгского района, имеющих инвалидность. Глядя на работы, представленные на выставке декоративно-прикладного искусства, многие гости изумлялись безграничному таланту земляков и голосовали за наиболее понравившиеся изделия. Такова особенность фестиваля «От сердца к сердцу». Лучших авторов и исполнителей определяют зрители. Одна из постоянных участниц подобных мероприятий – Светлана Герасимова из Рощина. Долгие годы женщина трудилась экономистом, а выйдя на заслуженный отдых, занялась любимым делом – вышивкой. Для создания работы по картине «Итальянский полдень Брюлова» за три месяца ей понадобилось выполнить 100 тысяч крестиков. Но результат того стоит, говорит Светлана. В третьем классе научили на домоводстве крестики вышивать. Первая подушечка у меня была сделана с бабочкой, игольница. Ну а потом дети, работа, семья. Не до пустяков было. А сейчас можно и заняться любимым делом. Такая радость, когда видишь, из-под твоих рук выходит вот такой шедевр. Это же ни с чем не сравнимо. Старт конкурсу художественной самодеятельности в рамках фестиваля «От сердца к сердцу» дал выборский депутат Александр Ларичев. Работы участников и весенняя погода вдохновили его на прочтение лирических строк. «Пусть первый подснежник подарит вам нежность, весеннее солнце подарит тепло, а мартовский ветер подарит надежду и счастье, и радость, и только добро». Выступления участников конкурса художественной самодеятельности оценивались в нескольких номинациях – вокальное и театральное искусство, хореография. Выборжец Александр Хякинин покорил зрителей своим проникновенным пением и игрой на баяне. «Что-то грустно взять гитару, да спеть песню про любовь». Александр с детства является инвалидом по зрению, но это не помешало ему окончить музыкальное училище для слабовидящих и теперь работать аккомпаниатором в санатории «Красный холм». Помог не только абсолютный слух, но и желание чего-то добиться в жизни. «Незрячие музыканты, они очень трудолюбивые, просто у них нет другого выхода. Если зрячий он может, например, прочитать с листа, то я хочу или не хочу, я должен это учит наизусть. То есть развивается память, то есть свои положительные моменты есть». По итогам голосования Александр получил приз зрительских симпатий. Но подобные фестивали, считает он, нужны не только для всеобщего признания людей с ограниченными возможностями. Не менее важны они и для абсолютно здоровых людей. «Есть много людей, у которых все нормально, и они ничего не достигают и ничего не хотят. Очень много, редко кто хочет чем-то добиться. А здесь люди, несмотря ни на что, на свой дух, стремятся выше и выше». В следующем году фестиваль «От сердца к сердцу» отметит свой первый юбилей. Он пройдет в Выборге уже в пятый раз. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Фотоконкурс, посвященный флоре и фауне, пройдет в Ленинградской области. Его приурочат году экологии, который продолжается в России. Об этом на заседании Попечительского совета отделения Русского географического общества сообщил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона подчеркнул, что в 2017-м перед организацией стоят задачи по исследованию внешних островов Финского залива по разработке новых туристических маршрутов, в том числе для инвалидов. Также планируется выпуск видеороликов, фотоальбомов и буклетов, рассказывающих о природе Ленинградской области. Первый в России музей, посвященный подвигу женщин о защите Отечества, появится в Выборге. Его создает военно-исторический центр Карельского перешейка в помещениях центральных казарм, которые были переданы ему в пользование Министерством обороны меньше года назад. Как продвигается работа по созданию женского музея, выяснила наша съемочная группа. Основная экспозиция музея будет посвящена подвигу советских женщин в Великой Отечественной войне. Ведь в рядах Красной Армии наравне с мужчинами сражались 800 тысяч представительниц прекрасного пола. 65 присвоено звание Героя Советского Союза. Четыре женщины стали полными кавалерами Ордена Славы. Если, например, в финской армии были вспомогательные части, в германской тоже, но они в основном не участвовали именно на переднем крае, то у нас были и командиры морской пехоты даже были. Огромное количество летчиц было. И ночной бомбардировочной авиации, и даже истребительной. И вот, например, Лилия Литвяк – самый результативный истребитель женщины, которая сбила 12 немецких самолетов. Помещение, в котором создается экспозиция, прежде было солдатской баней. В нем провели небольшой ремонт. Поставили тепловые пушки, чтобы сохранить экспонаты. Первые из них уже появились. Это образцы советской униформы, медицинские приспособления, палатка медсанбата. В роли раненых – манекены. Есть книга 1942 года «Лечение ранений на войне». Размещены фотографии с рассказами о наиболее выдающихся женщинах, воевавших в Великую Отечественную. Рядом с ними – истории из семейных архивов жителей Выборгского района. Они передали в музей фото своих бабушек и прабабушек, участвовавших в одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, сопроводив их биографическими сведениями. Помочь в создании «Стены памяти» военно-историческому центру Карельского перешейка могут все желающие. Для этого достаточно обратиться сюда в любой день. Планируется, что музей «Подвиг женщин на защите Отечества» откроется в июне нынешнего года. Мы выиграли президентский грант на эту выставку. На первую часть этого гранта была издана книга, она 8 марта выйдет из печати. Будет называться «Подвиг женщин на Великую Отечественную. Соответственно, там будет очень много интереснейших воспоминаний женщин и ветеранов. И сейчас эту книжку уже можно бесплатно скачать в электронном виде в нашей группе ВКонтакте. И будут экземпляры в библиотеке переданы, и женским организациям будут переданы бесплатно». Тем временем кипит работа и в других помещениях. В соседнем зале размещена выставка, посвященная художественному фильму «28 панфиловцев». Артем Кокин был главным военно-историческим консультантом картины. Руководитель музея Баир Иринчеев также консультировал создателей ленты, предоставлял для съемок униформу и другие вещи. Некоторые из них кинематографисты впоследствии вернули. И, кроме того, подарили военно-историческому центру радиоуправляемые модели танков, принимавших участие в комбинированных съемках, и даже макет немецкого танка «Панзер-4» в натуральную величину. Для съемок фильма «28 панфиловцев» отдельно был создан интерьер боевой машины. «Чтобы в кадре выглядело все естественно, интерьер был поставлен на пружины, и выглядело это следующим образом во время съемок». Так у зрителя и создавалось впечатление, что танк действительно движется. В запасе у сотрудников военно-исторического центра Карельского перешейка есть еще много интересных фактов. Поделиться с ними они готовы со всеми посетителями музея. Людмила Перминова, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Чем заняться выходные дни? 11 марта на Южном рынке ждут родители с детьми. Игровую программу подготовили для них артисты этнокультурного комплекса «Вереск». Она начнется в полдень. В библиотеке «Алта» в субботу пройдут два мероприятия. В 14 часов откроют выставку графических работ студентов Академии имени Штиглица. В 16.00 в рамках программы «Возвращение забытых имен на родину» состоится презентация альбома «Ледяной поход». Он был издан в 1949 году в память о Первом кубанском походе добровольческой армии генералов Лавра Корнилова и Михаила Алексеева. В Оборской гимназии 11 марта пройдет концерт «Весенняя копель». Выступят студенты факультета народных инструментов Петербургской консерватории. Начало в 16 часов. А в воскресенье на бесплатную экскурсию приглашает гильдия экскурсоводов. Очередная тема – зарождение и развитие школ Выборга. Начало в 3 часа дня от костела Святого Геоцинта, улица Водной заставы, 4. Шелковая палитра Эльмиры Мустафиной. В галерее Артхолл центра Эрмитаж Выборг открылась новая выставка. Акварели представила художница, которая сейчас живет в Петербурге, но родилась и выросла в Татарстане. В экспозиции объединены несколько серий, написанных Эльмирой Мустафиной. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Восточная тонкость и фундаментальные традиции академического искусства Петербурга. На первой персональной выставке в Выборге Эльмира Мустафина представила часть работы из своих, пожалуй, любимых серий. Петербург в акварелях художницы предстает нежным и романтичным. Автор признается, влюбилась в северную столицу с первого взгляда. Я уже здесь почти 18 лет, поступила сюда в академию художницы учиться и ехала сюда с таким прям вдохновением и ощущением счастья. Больше нигде не хотела жить и учиться, как здесь в Петербурге. Это любовь по всей день, она не закончится для меня никогда, это моя любовь всей моей жизни. Мне очень хорошо работать в Петербурге, в своей мастерской. Я люблю прогулки, люблю смотреть, наблюдать, даже в поездках где-то по городу мне нравится замечать какие-то отдельные уголки, неоткрыточные виды Петербурга. У меня очень много таких видов. Излюбленная техника Эльмиры Мустафиной – акварель. Она пишет легко и грациозно. Каждый зритель может оценить талант художницы и вдохновиться ее позитивным настроением. Еще одна серия, представленная в Выборге, – цветочная. Нарциссы, ирисы, пионы – в исполнении автора очень яркие и воздушные. Для меня это как воздух, я не устаю писать в этой технике. Что-то такое очень искреннее, что-то очень внутреннее, такое очень глубокое. Первые гости выставки оказались под впечатлением от картин Эльмиры Мустафиной, то пронизанных романтическим полумраком, то напротив полных света. Эльмир Мустафина предпочитает изображать переходные состояния природы. Это утро или вечер, это сумерки или бархатный рассвет. И так как ее любимая техника – акварель, которая и создана для того, чтобы своей текучестью передать вот эти вот переходные состояния. И я думаю, что художнице это получается очень здорово, очень содержательно и очень выразительно. Выставка «Шелковая палитра» будет работать в галерее «Артхолл» до 2 апреля. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Мертвые души теперь можно потрогать и послушать. В библиотеке «Алта» открылась интерактивная выставка, посвященная великому произведению Николая Гоголя. И хотя прежде всего она рассчитана на людей с нарушениями зрения, безусловно, вызовет интерес и у обычных посетителей. Подробнее в следующем сюжете. «Мертвые души. Живые образы» – такое название получила выставка, которую Выборг привезла Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих. Учреждение более 10 лет сотрудничает с библиотекой «Алта», направляя сюда литературу, адаптированную для людей с нарушениями зрения. Благодаря этому жители Выборгского района, имеющие ограниченные возможности здоровья, могут ощутить себя в роли читателей. Теперь у них есть возможность более полно представить героев произведений. Первым из них стал роман поэма Гоголя «Мертвые души». С помощью одного из петербургских креативных бюро были созданы гротескные арт-объекты, символизирующие образы помещиков. К примеру, это Собакевич. По соседству с ним – Плюшкин. Как известно, его отличала непомерная жадность и нежелание расставаться даже с ненужными вещами. Все это учли организаторы выставки при создании образа. Так, по их мнению, лучше всего был передан характер Манилова – мечтательного и бездеятельного помещика. А вот как изображен образ главного героя – Чичикова. Мы решили представить вместе с нашими авторами в виде такого чемодана, вечного чемодана Чичикова. Колеса от телеги, которые, если мы вспомним в самом начале, то разговор крестьян – доедет ли колесо или не доедет колесо. И, конечно же, все самое ценное, что хранилось в шкатулке Чичикова, мы тоже можем с вами посмотреть. Здесь не только можно, но и нужно все трогать. Кроме того, каждый экспонат выставки начинает разговаривать после нажатия на кнопку. Посетители слышат фрагменты гоголевского текста. В ворота гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какую ездят холостяки. В Петербургской библиотеке для слабовидящих выставка пользовалась большой популярностью не только у людей с нарушениями зрения, но и у обычных посетителей. В экспозиции проводились уроки литературы для школьников, а некоторые взрослые вновь захотели перечитать «Мертвые души». Тем более, что это произведение и сегодня не утратило своей актуальности. Когда стали рассматривать эти образы, это мы с вами вообще. Это вот то, что нас вокруг окружает. Какой язык, какой гоголь, как это интересно, как хочется вообще вот это все не только прочитать, но и потрогать, чтобы потом захотеть прочитать. У нас уже эта выставка была в библиотеке достаточно продолжительное время. Мы поняли, что она абсолютно интересна всем. Ведь это такая литература, такой русский язык, такой сочный, такой вкусный, такой интересный. Выставка «Мертвые души. Живые образы» будет работать в библиотеке «Алта» не меньше месяца. Учреждение уже принимает коллективные заявки на проведение экскурсий в экспозиции. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». К новостям спорта. В субботу в стрелковом тире шестой школы пройдут соревнования по стрельбе. Нормативы ГТО по этой дисциплине сдадут взрослые. Начало в 11 часов. В воскресенье в шахматном клубе «Намира-23» состоится первенство Выборга по блицу «Молниеносной игре». Начало турнира в полдень. Завершился предварительный этап первенства Ленинградской области по мини-футболу. В зоне Юго-Запад лидирует выборский фаворит «Выборг-2003». Матч с осланцевской командой «Динамо» закончился победой фаворитовцев 6-1. Фосфорит из Кингисеппа они обыграли со счетом 12-0. А приозерский триумф буквально разгромили. Итог игры – 13-0. На сегодня это все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова